В Тихом Омуте черти водятся. Эту поговорку чаще всего упоминают, характеризуя человека. Однако, в данном случае она как нельзя лучше подходит к описанию воды. К сожалению, горе-плавцы редко думают о последствиях, ныряя с обрыва или мостика в незнакомый мутный водоем. Как правило, такие сомнительные кульбиты купающиеся демонстрируют в состоянии алкогольного опьянения. Как итог, почти сотня утонувших. За 9 месяцев на территории области погибло от утопления 91 человек. Это большая цифра. Из них 7 несовершеннолетних. Но, с другой стороны, если посмотреть, то непосредственно от купания погибло 42 человека. То есть, это где-то 46%. И при рыбалке 15 человек, это 17% от общего числа утонувших. Часто люди забывают о том, что опасность постерегает их не только на водоеме. Колодцы, ванны, бассейны и даже лужи. Также становятся последним пристанищем тех, кто переоценил свои силы и недоценил коварность воды. Одним из них стал молодой человек, уроженец одного из районов Брещины, который на заброшенной территории части пытался найти в резервуаре артефакты войны. Нетрудно догадаться, что из злополучного колодца выбраться он так и не смог. К сожалению, подобные истории происходили и с детьми, даже несмотря на присутствие взрослых. Отец рыбачил, мать загорала, дети, двое детей находились на берегу, один заплыл на какое-то расстояние, течение понесло, начал звать на помощь, но отец был далеко, порядка там более 100 метров, пока добежал, а мать плавать как бы не умела. Вот такие случаи. Родителям стоит помнить о том, что скоро период осенних каникул. Вместе с ним погода может преподнести неожиданный сюрприз в виде первых заморозков. Как итог, хрупкий лед, который юные исследователи спешат проверить на прочность. Кстати, так касается не только детей, но и рыбаков. С наступлением холодов именно они попадают в разряд потенциальных жертв воды. Поэтому, чтобы безобидное занятие не обернулось трагедией, рыбакам следует соблюдать элементарные правила и меры предосторожности.